Во дворе дома номер 34 на улице Ватутина ажиотаж. Буквально яблоку негде упасть. Получив обращение от общественной организации «Загорянская инициатива», глава Щелковского района Алексей Валов провел несколько встреч с жителями городского поселения Загорянский. Возможностью задать руководство района актуальные вопросы воспользовались многие. Основная проблема, которая затрагивает здесь буквально каждого – это благоустройство. Зимой снег не чистится, освещения нет никакого. Мама идет за ребенком, с пяти часов темно, собаки, все такое прочее, ни одной лампочки. Вместо этой площадки сделайте хорошую детскую площадку, вот как в Щелково. Там вот залюбуешься, потому что детям, посмотрите, негде играться, машины, кругом машины. У нас плотная населенность нашего городка и время проводить негде, ни детям, ни пожилым людям. Нужно восстановить парковую зону, сделать ее рекреционной. Глава района подчеркивает, что проблемы поселения значительно глубже. Часть земельных участков, на которых находятся важные объекты инфраструктуры, относительно недавно перешла на баланс администрации поселения от Министерства обороны. И помимо благоустройства в Загорянском необходимо реконструировать большой объем инженерных коммуникаций, включая старую котельную, менять асфальтовое покрытие на дорогах, капитально ремонтировать жилой фонд. Так, пути решения не всех, но многих задач муниципальные власти видят в программе модернизации бывших военных городков. Наконец-то передали земельные участки в состав ГП Загорянка. И, соответственно, исходя из этого, мы сделаем все возможное, чтобы ГП Загорянка вошла в программу восстановления инфраструктуры военных городков. Министерство обороны при передаче нашего жилого городка должно было полностью восстановить, сделать ремонт всех коммуникаций, капитальный ремонт всех строений. То есть процедура при передаче военного городка должна была пройти нормально. Министерство обороны этого не делает. Вот сейчас администрация пытается решить эти вопросы, которые назрели уже достаточно давно. Сейчас говорил уже Алексей Васильевич о том, что сначала установить коммуникации, и дальше уже дороги пойдут и благоустройство. Ну, в общем, все вопросы, которые задавались, мы будем надеяться, что будут решаться. Включение Загорянского в программу модернизации бывших военных городков зависит от слаженной работы местных властей. В данный момент районная администрация берет под свой контроль ситуацию в поселении и планирует курировать решение проблем. Но в то же время надеется, что к этому процессу конструктивно подключатся администрация поселения и муниципальный совет депутатов, который жителям Загорянского предстоит избрать 10 сентября. Все вопросы на Загорянке решаемые. Нужна только политическая стабильность и управляемость сверху. Сейчас выборы пройдут, совет депутатов беспособным будет, и, соответственно, к этому времени я уже беру наличный контроль формирования этой программы. Имеется изменение инженерной инфраструктуры, изменение благоустройства, выход на капитальный ремонт многоквартирных домов. Это будет обязательно в следующем году.